Куда ж тебя повела, механик, а? Да, куда? Ах ты ж падаль. Слово имеет тыква. Себе кусок рвёшь в одиночку. За это знаешь, что бывает? Таких, как ты, режут, вырезают. Перо в бок, а мясо в речку. Уйди. Припадыши. Не вибрируй. Лёша, Лёша. Ладно, будет ножиком играть. Хотя я лично тыкву понимаю. Вот Боря до чего дошла. Мы тебе разрешили колымить по ремонту. Разрешили? Разрешили. Но если от тебя заказчик идёт в милицию, ты понимаешь... Да ладно, Данилыч. Разрешили они. Да что вы без меня-то будете делать-то? Кто вам все номера перебивает? Кто вас выучил машины из-под любой страховки уводить? А кто-то там вывез, когда задним ходом пришлось драпать. Константина. Кто вам предоставил? Не щёлкать. Припадыш, Лёша, скажи, чтобы не щёлкал. А то так щёлкнули, нервы не железные. Юрич, конечно, Лёша, неинтеллигентно. Говори, куда продал машину? Не продавал я. Не продавал я её. Есть тут незаменимый по запчастям, по металлу человек. Вот месяц назад пригнал свой жигуль в лепёшку. Плачет, стонет, говорит, сделай, сделай. А как там сделаешь? С ума сойти можно, весь в лепёшку. Ну вот. А тут бобёнка эта подвернулась со своим жигулем. Ну, модель та же. Цвет тот же. Глядел, глядел и пустил на замену. Я ей сказал этой бобёнке, говорю, что выплачу, выплачу, ну, частями, ну, выплачу, только чтобы без свидетелей, без милиции, ну, дура же, не послушала. Спиваешься, механик, неинтеллигентно. Раньше ты из любой бы лепёшки обратно вещи сделал. Через водку сядешь. Ничего они не докажут. Ну, был участковый, покрутился, покрутился и ушёл ни с чем. Он срока не тянул, он смелый. Будешь говорить? Слушаем нашего самородка. Я делаю всё, что вам требуется. Печати, бланки, права, всякие тюрьмовые справки, извольте. Но я работаю на чутких условиях. Вы субсидируете мои научные исследования. Да, моё изобретение мирового масштаба. За мою универсальную антиржавчину мне простится всё. Я ещё буду за вас ходатайство писать насчёт амнистии. И я предупреждал. Не втягивайте меня в ваши подробности. Меня это отвлекает. Я занятый человек. Но должен заявить, что считаю недопустимым подобное обращение с Борисом Анатольевичем. Это мастер. У него в пальцах больше ума, чем во всех ваших мозгах. Сядь, вы не кванчили. Я протестую. Слышь, пузо. Хватит сжать от дома. Да разве я жру, так жую от нервности. А сейчас будем ужинать, но надо подвести итог. Чтобы никаких тайн у нас. Никаких. Верно, Лёша. С кем что случится, немедленно сообщать. Ясно? Ясно, понятно. Вы пошли на кухню, поможете. Слушай, я слышал, вы готовы покупать или это? Из юга, который водолазы ищут. Позже сказать. Обожрется от нервов. Лопнуть. А нам-то что с тобой? Покупатель тогда просто не пришел к нам. Почему-то. Верно? Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да.